Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш курс. И сегодня из недельной главы под названием Бааловха мы разбираем параграф номер 9. Он коротенький, если у нас останется время, но до разнообразия можно разобрать слова какую-нибудь песенку. Приготовил вам веселенькую песенку, потому что, слава Богу, период даже полутравого все-таки закончился, а новый у нас еще не начался. Итак, начиная. И говорил Бог Моисею, в пустыне Синай, на втором году по выходе их из земли египетской, в месяце первом, говоря первый месяц, напоминаю вам, это месяц Ниссан. Так, Анна, вы с нами? Да. Передаю вам микрофон, пожалуйста. Бет. Так. В ясу бне Исраэль это песах бе моадо. Пасах тут написано, но смысл именно. Пасах, да, Пасах. Так. И совершат, сделают бне Исраэль, песах в его время, в назначенное время. Да. Тема, как вы догадываетесь, да. Это про пасхальную жертву. Напоминаю вам, что первый раз Пасах был принесен в Мицраэль непосредственно перед выходом, перед исходом. Второй раз через год в пустыне Синай, но после этого в течение остальных лет в пустыне жертва пасхальная не приносилась, и возобновилась она только при его швабингу, уже когда бне Исраэль были готовы войти в Эрес Исраэль. Вот. А сейчас тема не только сам Пасах, но и так называемый Пасах Шеми, о котором любят каждый год вспоминать хаббатники, подчеркивая, что идея здесь в том, что никогда не бывает слишком поздно, всегда можно все исправить. Да. Теперь, пожалуйста, Гибель Тимофейченко, да? Да. Гибель. Гибель. Бэрба Ассарьём бахудыш азэ бэйн аарбайм тасуото бэмуадо кхоль хукутав у хехоль мишпатав тасуото. В 14-й день месяца этого, видимо, не сам, в сумерки, сделайте его, во время его, как все законы его, и все снова законы, по всем законам, в общем, сделайте его. Да, 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 совершенно верно, да. Ху-ко-тав – это слово хок, мишпатав – слово мишпат, и то и другое означает «законы». Ну, тут может быть различие в понимании, что хок – это закон надлогический, да, необъяснимый, а мишпат – это закон, подлежащий логическому пониманию столкования. Но смысл тут тоже самый. Спасибо, спасибо, Тимофей, все правильно. Так, Далет, управляете она? Шуша, мне читать Далет или еще длинный хэй? А вы читаете Далет с хэем вместе, да, да, конечно. Одну секунду я сделаю маленькое примечание, да? Во-первых, в нашем шрифте, вот видите, буква «син» с точкой слева, и огласовка у него «ламхаса», то есть точка наверху. В некоторых шрифтах эти точки сливаются, поэтому надо понимать, что это не одна точка, а две точки. А здесь у нас все правильно, здесь две точки, вот они и стоят. А как читать? Как оно и написано. О пасах. Да, а теперь относительно слова «песах», конечно, мы знаем, что «песах» пишется как? Сегол, сегол. Так вот, в сеголатных словах на конце фразы ударный сегол переходит в камаз. Поэтому, как вот в прошлой фразе вот здесь, так и здесь мы читаем «а пасах», именно так «пасах». Да, спасибо, спасибо, все правильно. Так, и Шуша еще… ВСУ здесь читаем «а пасах». А пасах. Парижон в арба, асар, геом, леходыш. Бэйн арабим, бэмидбар, синай. Коль, хашар, цева, шем, этмше, кан, асу, бне, Исраэль. Кэн, асу, бэйн, асу, бэйн. Это четырнадцатый, четырнадцатый, да. И он, день месяца, так, между… Парижон, это значит первый месяц, то есть месяц, а асар, геом, походишь, четырнадцатый день месяца. Хорошо, бэйн арабим. В сумерках, допустим, да. В межвечерие иногда переводится. В межвечерие, допустим, да. Не от слова «арабим», да. От пустыни. От слова «эрэф», да, да. Так. Эхоль, как все. Как все и приказывал Всевышний в Маше, так все и сделали сыны Израиля. Ну, верно, верно, совершенно верно. Хорошо, спасибо. Теперь, теперь, Вав, чей? Евгений, у нас Евгений. А, подожди. У нас есть Евгений, у нас есть Людмила. Людмила. Это да, Людмила, если Людмила. Людмила. Ну, давайте. Ленефеш Адам вело Яхлю Лаасот Апесах Байом Гагу. Ва и Криву Лифней Моше Велифней Арон Байом Гагу. И были люди, которые были нечисты. Ленефеш Адам – нечистотой человеческого тела, то есть имеется в виду, это нечистота высшего порядка, нечистота мертвеца. Ленефеш Адам, да. И не могли делать Песах в тот день. И приблизились к Моше, подошли к Моше перед Икарону в тот день. Да, да, да. Есть мнение, что это были люди, которые занимались погребением. То есть практически хевракадиша, то, что сейчас называется. Спасибо, Людмила. Теперь все правильно. Теперь переходим к Евгению, да? Да, да. Ва им, ва имру, ва имру, ва имру, а нашим, а эме, элав, анахну, тмим, 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 тмим. Ленефеш Адам, ляма, нигара, левильти. Левильти, да. Ха-какрив, да. Ха-какрив, эт, кар-кар-бан, кар-бан, ашем, ба, мо-адо, бе-тох бней, Израиль. Израиль. Да, верно. И сказали люди, которые были… Вот это, хоть написано «хема», мы переводим к слову «хем», «эти», «хахем». И сказали люди те, «эй, лав». То есть, вот мы… Нет, к нему. Они сказали, анахну, тмим, на нефиша. Адам, мы нечисты по прикосновениям к умершим. Да, верно. Ляма, нигра, вот это я поясню, нигра от слова «гаруа». Плохо, да. Будет сделать, да. Почему будет нанесен вот такой ущерб, да. А почему плохо? Тут сказано вычитать, уменьшать. Почему мы лишены? Нигра? Нигра? Ну да, почему? Почему мы будем лишены? Да, в словаре. Это, вернее, не фаль от… Гаруа. Гаруа, да. То есть, мы лишены, мы убыли. Нас попирают в правах. Нас как бы… Ну, имеется в виду, нас как бы… Да, да, да. Нас лишили, нас как бы оттеснили, как бы нас уменьшили, вычитатели. Да. Почему, так сказать, да, приниженно, так сказать, да, лишены. Ага. Да, в этом… Чтобы там… Левильти, как нам лучше привести? Вот там, наверное, она тоже поможет, да? Ну, левильти – это вообще… Бельти, то есть, ну, без чего-то. Да, да. От приближения, от принесения… Да, от принесения жертвы. От возможности приблизиться… Да, от возможности приблизиться… В свое время. Да. Приблизиться приближением, получается. Приблизиться, да. Ну, имеется в виду принести жертву, конечно, да, жертву… Богу… Бе-мо-адо. Ну, то есть, в свое время. В ее срок, да. Да, в свое время, да, во среде снов Израилевых. Да, 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 так оно и есть. Да, Евгений, спасибо. После Евгении, очевидно, да? Да, вроде все никто не пришел, значит, теперь… Все прошли, да? Так… И сказал им Моисей, стойте, и я услышу, что прикажет Всевышний вам, что он решит по вашему вопросу. Угу, так… Теперь… Тед, пожалуйста… Анна, наверное, тед июд сразу, да? Да. И сказал Всевышний Моисей, говоря… Скажи, сынам Израиля, такими словами говорим. Человек, всякий человек, который будет нечист из-за, ну, умершего или в дальнем пути из вас или потомков ваших… И… Да. И… Ну, кстати, интересно, тут написано Песох, как обычно, Песох, Песох… Потому что это не конец фронтограммы. Песох, Песох… Так… И делает Песох Всевышнего, но имейте в виду, вот он будет так, в таком положении, и в тот момент, когда он должен будет совершить пасхальную жертву… Да, да, да… Либо он будет нечист… А в нечистоте он должен приносить жертву… В дальнем пути… В дальнем пути… В дальнюю до ночкой лунную… Так… И, видимо, вот этим вот оправданием и пользовались, так сказать, израильтяне, когда по пустыне ходили, что они в дальнем пути… Поэтому, видимо, и не приносили жертву столько лет, что они как бы… Видите ли, у меня есть еще и другая дополнительная информация… Дело в том, что именно вот по причине дальней дороги евреи не совершали обрезания… Видим в книге Йошуа… Софи Йошуа… Да… …что перед входом в Эльце стояли… Они… Разум обрезаны все… Вот… Известно, что необрезанный не приносит пасхальной жертвы и не ест от мяса пасхальной жертвы… Может быть, этим было… А… Может быть, да… Кроме всего… Точно, точно… Но, действительно, находясь в пути, человек не должен подвергать свою жизнь дополнительной опасности, если есть возможность этого избежать… Да… Да… Так, хорошо… Угу… Угу… Так… Но ведь всегда был кто-то, кто был обрезан… Кто-то оставался обрезан… Он мог принести… Ну, да… Ну, а Арон… Арон… Где мы сейчас находимся? Юталев… 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 Да… 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 Юталев… 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 Спасибо, Тимофей… Теперь… Людмила, да… Людмила… da… Ага… Надеюсь… От нее до утра и кость или сущность не ломайте в ней, да? Да, да. Во всех законах, по всем законам Песоха сделайте это как бы его. Сделайте его, да? Его это поскоряется. Да, 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 все правильно. Есть трактат в Талмуда. Сначала есть Мишна, а потом есть Гемора. Называется она Песохим. Она довольно подробно, сейчас прошу прощения, я должен ответить. Вадим, мы в порядке, у нас не работает домашний телефон. Да, к сожалению, нам отключили и подключат только через неделю. Должен прийти техник, да. Да, буду рад. Спасибо за работу. Всего доброго, пока. Прошу извинения. Да, да, это верно. Так вот, там рассматривается вопрос, например, надо доесть пасхальную, все, что съедобно пасхальной жертве, должно быть съедено, да, за исключением того, что внутри косточки, костный мозг, так называемый, да, ибо кости ломать нельзя. Тем не менее, кончики ребер имеется в виду, ну, пасхальный барашек, овечка, да, барашек. Вот, они съедобны, и вот, что надо съесть, а что неизбежно будет сожжено, потому что сказано, не оставляйте до утра, все недоеденное должно быть сожжено, и будет съедено абсолютно все, и так далее. Да, спасибо, это был Тимофей, и мы прочитали Юд Бет, да, теперь Юд Гимел, очевидно, Шуша, да? Нет, Людмила, почему мы Тимофей, Людмилу сейчас читаем. А, Людмилы, Людмилы, извините, извините. Мы читали сейчас Юд Бет, да, а не Юд Али. Мы читали Юд Бет, да, мы читали. Да. Юра, да. Так, слушайте, моя очередь. Нет, у нас Шуша, нет, подождите, Людмила читала? Тогда я, да? Ну, хорошо. Тогда Шуша, да. Я тоже, что прочитаю. Да, да. Ваиш Ашер Ху Таор Ху Бедерах Ло Хаян вы гадайла Сота Песах вы не крата не анефеш Гау мээмээя, який банэшэм лоу гікріф бэммээм маадо Этхо Аиш 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 Ау. Нет, это не так это. Хэт Хэт О Иса Аиш Ау. Да, и вот здесь вот я поправлю, здесь стоит буква Ва, но она не читается, и мы это слово читаем Гаи. Хоть вроде бы написано Гау. Нефет 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 Да, 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 пожалуйста, да, пожалуйста, Ну, надо с помощью, так, что такое, и человек, который, так, Тор, это как? Тор, да. А, чист, так, и в пути, или как? В пути не был. Да, вот это слово хаталь, он, давайте посмотрим, вот я, то есть не сделает это, не... Воздержался от, от, типа, устранил себя, или воздержался, получается, от совершения... Так, от чего? Он на пути воздержался? Нет, Рафа Леягу, верните, пожалуйста, обратно. В параграфе всего раз, два, три, три новых слова, поэтому я не стал делать сетельный файл. Так вот, человек, который чистый и в дороге не был, и воздержался сделать... От Песоха, ну, от совершения Песоха? Да. Ой, некрота, это что такое? Кареть, кареть. Ой, истребится душа, значит, его, и что? Мы, мы, это из народа его, опять же. Из народа его, да. Так как жертва Богу не была, ну, не была принесена в свое время. Так, а что такое? Согрешно. Согрешно. Юдалят. Юдалят. Ага. Мишпато, Кэн, Яасе, Хука, Ахат, Ихиye, Ля-Ля-Хэм, Вэ-Ля-Гэр, У-Ле-Эз-Ра, Ле-Эз-Раха, Ле-Эз-Раха, А-Арес. Да. И если живет с вами пришелец, и сделает он Песах Всевышнему по уставу Песаха и по всем уставам его, так он сделает. Так он сделает. Так, теперь Хука, А-Хат. Слово Хука в современном обиде означает конституция, но имеется в виду, конечно, Хук, Хук, это закон, главный закон, да? Хук, Ахат, да? Закон, то есть, на него, так сказать, будет, да? Для вас? один, один закон. А-Хат, один, ага, закон один будет у вас и пришельцу, и, так сказать, проживающему в земле. Да, да, Городин. Городин. Да, да, гражданин. Но имеется в виду, прозелит, речь идет о прозелите, понятно, не о каком-то постороннем, постороннем человеке. Левом человеке. Понятно, понятно. Просто пришел, просто пришел. Да, так, хорошо. Тет, Вав, теперь чей? Так, теперь ваш, все прошли. Ага, мой. Тет, Вав, овоем хаким эт амишкан киса ге анам ше огель га эдут ува эрэв и гье аль амишкан кемар ээш ад бокер. Тут уже начинается другая тема. И в день постановки, установления мишкана покрыло облако мишкан, то есть скинил, да, переносной храм, шатер шатер свидетельства и вечером был как бы огня кемар э, не мар э, а кемар э, как будто вид огня до утра. Ну, можем себе представить, наверное, даже северное сияние или с полохи. да, так. Извините, а и гье здесь же в будущее время, нет? И гье, да, да, правда, в будущее время. То есть будет это как? Получается? было. Ну, в действие время, да, причем даже без переворачивающего вавла. Но смысл, что, конечно, это так оно было. Будет ли переворачивающего? Вавл есть перед предыдущим словом. Вот именно в предыдущем, а переворачивает он именно глагол. А вавл переворачивающий не может стоять перед другим словом? Нет, это же форма ваиктоль, это не значит, что он переворачивает там будущее слово. Это форма ваиктоль, она только вавл к этому глаголу относится. Мы понимаем это как то, что такое было, а не то, что такое еще и будет. Есть несколько мест в пятикнижии, например, мы это переводим и тогда воспел, хотя формально написано воспоет ваиктолье. Ну да, ведь нету будущего прошедшего, там другие смыслы, я вспомнила. Ничего страшного, воспоет, имеется в виду, еще будет, когда придет мессианское время, тогда он и воспоет. Есть такие комментарии. Есть такие комментарии. Так, хорошо, это, кажется, был я, да? Да. Тед Зайн, в таком случае, Анна, просим. И так, ну тут опять получается, так будет всегда, ну тут иметь в виду, так было всегда. Облако покрывало его, имеется в виду, мешкан, и явление огня, явление огня или вид огня ночью. Да, да, так оно и было. Спасибо, Анна. Юдзайн. Юдзайн. Тимофей, Тимофей. Бена-Исраиль. Ох, вот это интересная мысль, требует преснения. Да. Лефи, как здесь можно... И при поднятии, что ли? Да. Лефи на основании. Да, при поднятии, да, при поднятии, или во время поднятия. При поднятии облака над Шатром. Над Шатром. И после... И после... И после этого я особо... Устанавливались на Израиль. Двигались на Израиль. Двигались на Израиль. И в месте, которое... На котором располагался там облако, там располагались на Израиль. Да. Располагались Станом. Яхану. Слово. Однокорежное слово. Маханэ. Спасибо, Тимофей. Юдхэт. Да, говорят, что когда... Вот как понимали, что пора сниматься с места, облако, оно накрывало шатер, типа как покрывало ма. Когда оно поднималось и принимало какую форму, как вот, типа столбик такого, было понятно, это знак, что надо сниматься с места. Пошли. И все потихонечку надо, надо же было там вещи собрать, там все сложить, убрать, там собственным мешком там сложить, его завернуть, упаковать. Вот так вот. Тут потихонечку не обойдешься столько собирать. Да, тут надо, наверное, целый день, наверное, точно. На Левитов и Коэнов, но в течение семи дней Моисей каждый день собирал мешкан и разбирал его обратно. Покуда не был собран мешкан и в день восьмой, это мы читаем в начале недельного раздела, который так и называется, Шмени. Так, корешу, ютхет, шьем. Ал пи Ашем да, 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 Ису бне Исраэль в аль пи Ашем яхану коль емэй ашэр ишкон эанан аль ахамешкан яхану. Яхану. Хэт, хэт. Да, яхану. Да, 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 верно. Сад аль пи, это как лэфи. Перед Всевышним Согласно, Согласно Всевышним По указанию, по имейте, по указанию по повелению Всевышнего. То есть, в соответствии с его указаниями, как бы, да, не вписаны Израиля и в соответствии с его указаниями отдыхали они. Ну, все это двигались, имеется ввиду. Яхану, это уже на ворот останавливались. Это лагерь разбивали, да. Ну, Коль каждый день, который все дни, наверное, все дни, да, которые покоился Ишкон Шохэн. Шохэн. Облако на Мешкане. А здесь отдыхал. Ну, да, стояли, станы. Да, стояли. Да, да, да. Ису, да, Ису тут двигались, естественно. Ису. Да, это двигались, яхану, это стояли, станы. от слова арох. Когда длилось, как это сказать, простиралось. Да, удлинялось. Удлинялось, да, удлинялось. Другое время облако над Мешканом во многие дни и охраняли, ну, хранили, так можно сказать. Да. Израиля, так, Мешмерет. Мешмерет. Ну, это однокоренное, но... Да, да, да. Нет, подождите-ка, Шамру соблюдали, как Шамер, как Шамер, Шамер, как Шамер, как Шамер, соблюдали, соблюдали приказы, иметь в виду, приказы, иметь в виду Мешмерет, как... Вот то, что заповедано Богом. Да, приказы на Всевышнем, да. Да. Чего-то заключалось, что Ло и Сау не двигались, не ехали, спасибо. Так, Кав Евгений передаем, да? Да. Ваеш, Ашер, Ихие, Э, Анан, Ямим, Миспар, Аль-Мишкан, Аль-Пи-Ашем, Яхану, Вэ-Аль-Пи-Ашем и Исау. Да. И было так, что это самый столб, так сказать, что Еш, да, что имеется вот этот полбушный столб. Нет, Еш, кстати, пишут, Еш здесь имеется в виду, бывало ли случалось. Еш, бывало так, по-русски можно сказать, бывало так, что вот этот столб, так сказать, стоял какое-то время, число дней, то есть какое-то время над Мишканом. И перед лицом Всевышнего они стояли, и перед лицом Всевышнего они двигались. По словам, по указаниям. А, не перед лицом, указаниям. Спасибо. Вот Миспар, вот Людмила, конечно, в прошлый раз спрашивала, если было слово Миспар, используется как слово и число, или количество. Несколько, да, совершенно верно. Здесь имеется количество дней или считанное число дней. Да, литературный вариант сказать несколько дней не камеем им, а миспар ем. Но не всегда люди на улице это понимают, да, миспар они воспринимают как число, как номер, как, например, телефонный номер. Миспар ем, что это значит? Да, несколько дней. Но только в другом порядке, да, в современном. Здесь емем миспар. Да, емим миспар, да, то же самое. Так, спасибо, Каф-Алев. Вы. Я. Евгений, Евгений прочитал, значит, теперь вы. Да, спасибо. И буквально бывало, что будет, что будет, имеется в виду, что стояло облако от вечера до утра и поднималось облако утром и отправлялись в путь, двигались. Или йо-мам-валайна, да, день и ночь, йо-мам-валайна, это вот такое выражение, да, йо-мам-валайна иногда говорят, да, или день и ночь, и поднималось облако, и тогда они отправлялись. Вот так. Теперь, Анна, прошу вас. Так, ну давайте кто-нибудь ребят почитает, тут чуть-чуть совсем осталось капельку. Пожалуйста, передавайте, передавайте микрофон. Тимофей, допустим, давайте. О-йо-мам, о-ходыш, о-ямьим, бе-арих, э-анан, а-ля-мешкан, лишкон-алав, яхану, бне-исраэль, влё-исау, у-ве-э-лота, у-ве-э-а-лото, исау. Лотом. Или бывало несколько дней, йо-майим, о-ходыш. Йо-майим, это буквально два дня, имеется в виду, не обязательно именно так, в точности, да. Или месяц, или год. Ну, возможно, это имеется в виду, да. Буквально, я имею в виду, это дни, да. Бе-га-арих. В продолжении облака над мешканом располагалось на нём, и располагались станом сыны Израиля и не двигались бе-э-лото. При подъёме, когда поднималось, да. При подъёме. Да, да, да. Влё-исау, у-ве-э-лото, исау. Зачем здесь дважды исау? При подъёме двигались потом. Так, что пока облако стояло, ло-исау не двигались, у-а-лото, и сау, а когда поднималось, облако, двигались. Окей. Да, спасибо. Да, говорят, была стоянка, там 18 лет стояли, на ней делать, не помню, как она. Да, 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 да. Дальше будет. Комментарии их можно проверить. Да. Так. Последнюю фразу к нам читает. Ну, тогда Людмила, получается. Аль-Пи-Ашем Яханова Аль-Пи-Ашем Исау Эд Мишмерет Ашем Шаммару Аль-Пи-Ашем Би-Яд Муше И соответствие, ну, как по... По словам Всевышнего. И это же как П, да? Вообще-то П. Да, да, устав буквально, да. Разбивали лагерь и в соответствии с Всевышним двигались. Мишмерет и хранил. А, нет. Хранил? Да, Эд Мишмерет там. Следовали, соблюдали. Да, да, да. Соблюдал. Да. Всевышний Шаммару. Эд Мишмерет Ашем то есть службы это как это сказать вахты Всевышнего вот так. Нет, тут имеется ввиду скорее всего приказы имеется ввиду. Не только какие-то какая-то служба специфическая. Иметь ввиду как он делал так он велел так и и людей делал. Вот так. Службу ну да, службу в смысле приказы. Соответствие по словам Всевышнего по руке Моше. Ну, через имеется да. Да, да, да. Через Моисея. Есть. Хорошо, мы разобрали голову. Она была достаточно коротенькая. Сейчас я предлагаю вам время осталось. Послушаем веселую песенку и попробуем немножко разобрать слова. Значит, тут поют несколько человек. Кто-то с английским акцентом, кто-то с фарадическим с восточным акцентом. Но я надеюсь, вы слова разберете. Вот. А слова они тоже есть. Я потом вам их выведу на экран. А сейчас я сделаю... А что это у вас за слово, Рафлеев? Что такое причинять зло? Кому причинять зло? У вас там первое слово в словаре причинять, вредить, причинять зло. Кому причинять зло? Так, а где? Это мы вначале разбирали там Гаруа, Нигра. Ну да, Гара. Да? Гаруа это не... Вот к этому слову, Нигра. Ну Нигра это не причинять зло. Там Гиммель, Гиммель, ты куда вы денете тогда? Гиммель там есть, она же корневая. Это мне дало. Я не проверил. Знаете, в последнее время как-то не понимает, он перестал понимать. Верно, это я не досмотрел. Я должен был найти что-то более подходящее. Иногда, если я делаю капитал, он не воспринимает все это слово, а воспринимает только его часть. Да, извините, здесь верно, верно, это неправильно. Так, сейчас я сделаю новую демонстрацию. Я кинула это. Спасибо, Анне. Так, совместный доступ. И, наверное, надо будет мне сделать милокон. вот, я полакинула в чат, как на самом деле. Да, да, спасибо. Так, вот это я должен вам включить. Экран виден? Да, там YouTube, наверное, что-то такое. YouTube, да, совершенно верно. Сейчас я это передвинул. И сначала вам поставлю такую песенку. по-другому. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 противящийся. И вот Хасид, которого мы видели на экране, Арон Кремерицин, он мне рассказал, что когда снимали этот ролик, режиссер сказал, что когда говорят, что обязательно должно быть два человека. И вот эти два приятеля, два хороших друга, было показано, как они боксируют в спарринге, а вот Хасид, он может быть сидит. Вот его и показали. Улай Гашми, Улай Рухами. Что такое Гашми? Материальный, материальный, имейте, дождевый буквально. Ну вообще материальный. Геша. Геша, что ли, в этом смысле? Ну где-то Рухами, где-то духовный, где-то материальный. Материальный, то есть человек, для которого важно материальный. Улай Рухами может быть духовный, а Ватами... Ветреный. Как? Ветреный, да? Иногда дождливый, иногда ветреный. Да, это игра слов. Верно, не обращал внимания. Да, интересно. Но всегда-всегда они иуды, дезе и ехуды. Я еврей, и это уникально. Лора юте, лотон юте, типа ахер, немного другой, пашут юби. Вот, теперь идет такой проигрыш. Ну давайте вот это разберем, все разбирать не будем. Слова у вас остались. Вот, слова тут не очень сложные. Я думаю, что кого заинтересует, можно даже сунуть их в Google Translate, и более-менее так адекватный перевод мы получим. Неожиданно вернулся я издалека. Что сможем для того, чтобы смогли мы, ли йоткан, быть здесь, вместе. Что я ли батуах. Чтобы был я уверен, чтобы была у меня уверенность. Что вернусь я к радости, к смеху. Что сможем мы жить здесь спокойно, без страха, а не иудивы за ехоти. И вот еще раз идет такой припев. Вот такая хорошая песенка, очень такая душевная, можно сказать. Ну, с точки зрения чисто религиозной, у меня есть некоторые претензии к ее содержанию, но песенка веселая, и ребятки, что сыграли, хорошо подвигали. Как перевести, вот не очень поняла, а не иудивы за ехоти. Ну, ехудизм, это еврей, а ехуд, это уникальность от слова эхад. Я еврей, это нечто. Да, наверное, да. Вот, что же правильно предложил, да, еврей, это уникально, да, это нечто. Хорошо, хорошо. Пишут хорошие стихи, да. Вот так. Ну что же, я думаю, хватит на сегодня. Всем спасибо, с Божьей помощью, в следующий раз. Ага, в следующий раз снова соберемся. Так, и мне не забыть, надо выключить, выключить запись, запись в облако. Я сейчас, я сейчас поставлю в телеграмму слова, вот кто захочет, может перевести для себя. Угу. Да, спасибо, спасибо. И до новых встреч. Да, всего наилучшего. Счастливо. Да. Да.